Подписчик принёс Ромазу такой подарок. Ромаз собрадовался. Суворенское издание. 1887 года. Сочинение Пушкина. Здесь ещё, видите, с чьим-то экслибрисом. Синельников Яков Рафаилович. Я показываю твой подарочек. Ты доволен? Конечно. Знаменитое Суворенское издание, за которым было смертоубийство в магазине Суворена. Это же расстановка, да? Это расстановка? Да, конечно. Их 10 тому тоже. Да, но дело в том, что при продаже этого издания, это было, скажем так, первое общедоступное издание для народа. Там тысячи людей собрались с самого ранья, короче, перед магазином. И когда магазин открылся, ни приказчики не справились, никто не справился, удержать людей не могли. Люди там перерыли весь магазин, переломали мебель, полиция, там наряды полиции приехали, прибежали, короче, там восстанавливали порядок. Разметали всё в течение, не помню, сколько часов, разметали весь тираж, короче. То есть там... Так это третье издание, это же первое? Они там одно за другим, что сразу, в один угол, там просто сразу, в 87 году оно вышло. И в 87 году там и первое, и второе, и третье, потому что такой спрос был. Ну, больше такого, наверное, не было за всю историю. Именно на Пушкина или они ещё какой-то... Именно на Пушкина, нет, именно на собрание сочинений Пушкина. Кончился срок, установленный правительством, ну, что не имели права издавать... Издательские права, короче. На издательские права кончился срок, и в 87 году сразу много издательств и напечатали. Ну, ты ж ты всё знаешь, что так было. Напечатали, да. Ты в теме каждого издания. Что, сколько... Ну, не каждого. Мне ещё, конечно, расти и расти, но... Это общеизвестные сведения, об этом знают... Я не думаю, что это знают простые люди. Поверь мне, многие знают. За это издание... Ну, я имею в виду, что это сведения озвучивались неоднократно, и... Я думаю, немало людей знакомы с этой информацией. Дай бог. А есть же действительно интереснейшие вещи, книги уникальные, о которых люди не знают. Я имею в виду ничего. Ну, будешь рассказывать в своих видео? Как-нибудь расскажу, обязательно. Представьте. Я сразу не обратил внимания, ну, а Таня, как самая глазастая, она всегда всё видит. Это книга из библиотеки Якова Рафаиловича Синильникова, известного харьковского анатома. Анатомия Воробьёва, всем известная, тоже харьковского профессора, того, который бальзамировал Ленина, Владимира Ильича. Вот, первое издание вышло на украинском языке в городе Харькове, ну, это Воробьёвское тогда было издание, тогда Воробьёв написал. А потом они вместе, Воробьёв с Синильниковым, издавали анатомию. Четырёхтомник знаменитый Синильников. Рисунки Синильникова были, а информация была Воробьёва, насколько я помню, когда их совместные издания были. И сын Синильникова, ну, вернее, вот это сын и есть, тоже пошёл по стопам отца. Это, по-моему, кстати, это, по-моему, из сына библиотеки. А у нас есть книги из библиотеки его отца, он тоже анатом, который, ну, я же, теорию рисовал рисунки для анатомии Воробьёва. В общем, в любом случае, интересно. И у нас есть ещё книги физика Синильникова тоже. Так всё равно у него книги из библиотеки его отца, это по-любому. Две семьи физиков, представьте, есть у нас в Харькове Синильникова, известных тоже, известных учёных. И у нас есть книги из одной семьи, из другой семьи есть книги. Можно целое научное расследование провести по этому поводу. Вот, кстати, Банилевский, да, какая известная фамилия, какое ответвление не возьми из их рода, знаменитости, все учёные, все, ну, короче, красота. Да, Синильникова тоже, ты посмотри, фамилия Синильникова, и сколько семей именно известных учёных, даже абсолютно в разных направлениях научных, то есть есть физики, есть анатомы, ну, короче, врачи. Я имею в виду из целой династии, скажем так, учёных, даже тогда, когда не из одной семьи, а из разных семей, то есть род разделился на несколько ветвей. Ну да. И тем не менее, всё равно благополучно всё идёт и развивается и одна ветвь, и другая ветвь. Ну так на роду написано у них. Ну да, вот бывает. Бывает, род целый вымирает все ветви, а бывает на роду написано все счастливые. Да. И всех всё успешно, и все пошли, сделали какое-то открытие. Кстати, таких семей, слава богу, немало. Ну да. И у нас, и у России, да ну и хватало. Ладно, будешь рассказывать по чуть-чуть в каждом ролике. Да. Выпустите, выпустите. Видишь, как-нибудь в шоке. Сегодня приходило ко мне много подписчиков, и одна девушка подарила цветы. Честно говоря, я, вы не представляете, какое было у меня удивление и неожиданность. И вообще, я в шоке роман, в шоке роман, когда увидел, тоже был в шоке. Да. Соседи даже, да, соседи даже. Вы не представляете, насколько это приятно вообще, увидеть, какие у тебя зрители, подписчики. Вот подписчик книгу принёс, я снимала сюжет Пушкина. Сегодня вообще какой-то неприятный день. Другой кофе принёс, угостил, да. Парень по сцену вообще приходит, да. Да, меня это заводит просто до слёз, но в приятном, естественно, смысле. Потому что, я не знаю, я даже слова не могу подобрать. Честно вам сказать, меня переполняют эмоции. Потому что, какие у нас добрые, позитивные, положительные. Есть люди с добрым сердцем и очень приятно слушать их. Хочется слушать долго. И у них у всех дела, естественно. Они так постоят немножко и всё убегают домой по делам. Рассказывают свои истории, истории жизни. И я не перестаю удивляться. И это значит, что добро обязательно победит. Потому что, потому что добрых людей гораздо больше. И я встречаю удивительных людей, интересных людей. Так что приходите ко мне знакомиться. Я там часто вижу. Мне в комментариях пишут, стесняются подходить. Приходят, посмотрят. А некоторые приходите стесняться. Приходите, кто хочет. Я всем рада. Я ни от кого не убегаю, не прячусь. Буду рада с вами познакомиться, посмотреть. Потому что вы меня видите, а получается, я вас увидеть. Некоторых вижу, с некоторыми уже познакомилась. А некоторые, естественно, увидеть просто не могу. Поэтому буду рада. Приходите. Не забывайте поставить под видео лайк. Подписаться на канал, кто еще не подписался. Тоже мне будет очень приятно. Всем хорошего, доброго, тихого, мирного вечера. Сладких снов, кто будет смотреть это видео перед сном. До новых встреч! До новых встреч! Друзья, я вам еще в этом видео добавлю кадры, как мы вчера сходили с семьей в кинотеатр. Мы очень давно не были, за последние полтора года мы ни разу не были в театре, хотя раньше мы были постоянные посетители и театралы, ну не то уже прям театралы, но мы любили. Вот мы с Ромазом все время ходили в театр, с Норой мы раньше все время ходили в кинотеатр. Жизнь принесла свои коррективы, но иногда нужно как-то отвлекаться, иногда нужно получать положительные эмоции. Поэтому мы вчера вот так вот плюнули на все и пошли в кино. А Миран был у бабушки, мы взяли, ну вот семьей, Ромаз, Нора и я пошли в кино, как в старые добрые времена. Получили кучу положительных эмоций, возвращались уже поздно ночью пешком по городу домой, прогулялись. И наша жизнь складывается из моментов, из позитивных моментов, вообще вся жизнь состоит из каких-то моментов счастья, да, из проблем. Я желаю всем, чтобы у всех было побольше вот этих вот счастливых моментов, цените каждую прожитую минуту, вообще цените жизнь, проводите как можно больше времени со своими родными и близкими. Не ссорьтесь по пустякам и мелочам, и мелочам, потому что иногда слишком поздно осознаешь то, что время упущенное, оно никогда не вернется назад. И, знаете, когда вот находишься в таких условиях, как мы, допустим, мы, как другие люди при фронтовых городах, когда понимаешь цену настоящему счастью, которое не купишь ни за какие деньги. Вот так выглядит торговый центр в 10 часов вечера, когда никого в нем нет. Что вы, решили ограбить торговый центр? Так, Романс, Романс, у меня вообще-то съемка. Что происходит? Почему не едем? Здесь даже уже не ездит экскаватор. А у меня так, знаешь, как было, как я убила с Турции на этом? Да он поехал. Блин, не страшно. Он ездит наверх, а вниз нет? Давай, прыгнем. Давай. Как думаешь, хорошо закончится. Не знаю. Не страшно. Ой, здесь какая-то страшная. Это в фильме ужас. Это в начале фильма ужас. Ну, а что, вот, такого вообще не было. Здесь кто-то не выдержал, поливался. Нельзя, там ничего. А этот едет. Нора, тебе нравится быть в торговом центре, когда нет здесь никого? Нора, не знаю. Мне нравится. Что? Что, как прошло? А, да, нас не выпустят, не через метро. Метро уже закрыто, нас не выпустят только через парковку. Да, и здесь подозрительные звонки. Все закрыто. Можно только выйти через... Ну, ты не выйдешь, дверь закрыта уже в торговом центре. Остаешься до утра здесь. Ну, мы так, смотри, всегда ходим через минус третий, да? И минус второй. Здесь уже все закрыто. Ну, все, тут переночуем, как раз заберем, что нам надо. Монахин. Нора, тут даже не было прохода. А куда вы идете? А там что, проход был? Да я знаю, что ли, идем. А что ты нервничаешь? Что? Нора, стань ровно. Я тебя снимаю. У меня облок. Нет. Давай, иди. Куда иди? Я еду, ну куда я должна идти? Ромас, думай, что говоришь, хорошо? Ты даже не заметил. Прям вообще? Прям вообще. Да мы едем. Нет, я боюсь, я могу споткнуться. Так. А слушай, сейчас тебе потом опять понаписывают, что ты бешеный, невоспитанный, некультурный. А, это все из-за меня. То есть это из-за меня. Да. Здесь уже угла мужа. У кого угла мужа? У монахини? Верландия, в полосе. Здесь обычная машина на машине. Это потому что уже 10 вечера. Тут не то же гонки. Тут разъехаться не могут. Я за этой головы пришел. Ну да. Пакинг в минус третьем. Я за этой головы на минус третьем. Ну бы минус первой. Как бы минус первой? Минус первой это парковка. Нет, это старая парковка. Минус первой это так, где сироп. Да. Есть индивидуальные, которые используют такое время, чтобы погонять здесь. А потом, я думала, это мама стоит. Мама не может. Нет. Ну, думаю, она... Все, там сейчас кто-то нас переедет. Очень оптимистичный прогноз. Ты понимаешь, что... Ты вот минус три написано. Минус три номера. Он партит минус три. А здесь минус два написано. Ну, что ты мне скажешь? Да ничего я не скажу. Я хочу выйти отсюда. Помогите. Я не помню. Вы что, издеваетесь, Сань? Нет. Честно говоря, не учусь. Нет выхода. Ну, а вон выход. Помогите. Мне вообще не смешно. Слышь, Роман, ты считаешь... Я здесь как к тебе? Ориентируюсь. Вон, я вижу выход. Вон, парковщик выпустит нас. Мужчина, подождите. Я тебя сейчас чувствую, как в фильме. Помнишь, шародей? Ну, кто так строит. А зачем мы оттуда вышли вот так? Не знаю, куда идти. До нас, конечно.